Продолжение следует... В этом году было три самых любимых игрушки. Резиновый крокодил Гена, пластмассовая кукла Галя и неуклюжий плюшевый зверек со странным именем — Чебурашка. Чебурашку сделали на игрушечной фабрике, но сделали так плохо, что непонятно было, кто же это такой? — Заяц? Медвежонок? Или вообще австралийский кенгуру? Мои родители говорили, что это неизвестный науке зверь. Я очень любил свои игрушки. И вот, ребят, когда я вырос, я решил написать о них целую сказку. Разумеется, в сказке они будут живые, а не игрушечные. В одном густом тропическом лесу жил да был один маленький зверек. Однажды он проснулся утром рано, заложил лапы за спину и отправился немного погулять и подышать свежим воздухом. Я не макишка, не медведь, я не могу. Как я привет, как в утро не ныряю. Я не пою зреть, значит, я не соловей. А кто я сам, не знаю. А кто я сам, не знаю. Около Большого фруктового сада он вдруг увидел несколько ящиков с апельсинами. Да, ой-ой-ой, апельсины и растут прямо в ящиках. Съем-ка я один. Ой, вкусно. Кто я сам, не знаю. Кто я сам, не знаю. Ой, матушки, кажется, я объелся. Ой, и спать хочется. Спал Чебурашка так крепко, что даже не слышал, как пришли рабочие, заколотили ящики и погрузили их на корабль. Ящики долго-долго плавали по морям, океанам и в конце концов оказались в овощном магазине очень большого города. Нам сюда народ бежит, налетает дружно, Потому что здесь лежит все, что людям нужно. Овощи, фрукты, прочие продукты. Тыква и брюква, импортная клюква. В этом ящике у меня что-то коричневое. Ага, это картошка. А вот здесь, здесь что-то красное. Это помидоры. Да, нет. Или свекла. Нет, помидоры. Никогда я не грублю, не дружусь в охоту, Потому что я люблю честную работу. Овощи, фрукты, прочие продукты. Тыква и брюква, импортная клюква. А в этом ящике апельсины. В этом тоже, здесь тоже. А это кто? Зверек. Ну, садись-ка на стол. У, упал. Садись-ка на стул. Опять упал, чебурахнулся. Фу ты, чебурашка какой, а? Да как же ты попал-то сюда? Не знаю. А что же мне с тобой делать? Не знаю. Ну, позвоню в зоопарк. Алло, зоопарк. У меня есть зверек. Он приехал в ящики с джунглей. Соединяюсь с отделом тигра. Нет, это не тигр. Он коричневый с ушами. Соединяюсь с отделом медведей. Да не медведь это, он глазастый. Даю кабинет кенгуру. Да не надо мне кенгуру-то. Фу, совсем вы меня запутали. Не надо мне никого. Пусть он у меня остается. До свидания. Знаешь что, чебурашка, оставайся ты у меня. Будешь работать у нас в магазине рекламой. Кем? Рекламой. Ты будешь стоять в витрине и привлекать внимание прохожих. А где я буду жить? Да хотя бы вот здесь. В старой телефонной будке. Это и будет твой дом. Хорошо. А в этом городе, где оказался чебурашка, жил да был крокодил по имени Гена. Каждое утро он просыпался в своей маленькой квартире, умывался, завтракал и отправлялся на работу в зоопарк. А работал он в зоопарке крокодилом. После работы он приходил к себе домой, читал газеты, курил трубку и играл, играл сам с собой в крестики-нолики. Жил отважный капитан, он объездил много стран. Крестик, крестик, и не раз он бороздил. Почему капитан? Нет, не так. На реке широкой Нил жил отважный крокодил, нолик, крестик, и не раз он океан бороздил. Раз в пятнадцать он тонул, погибал среди акул. Нет, ничего подобного. Никогда он не тонул. Разогнал он всех акул. И ни разу даже глазом не моргнул. Нолик, нолик, крокодил, крокодил, ловоните, середины лыкает оплав корабля. Нолик, крестик, крестик, крокодил, крокодил, подтяните. Хе-хе-хе-хе. Только смелым покоряются моря. Интересно, а почему я все время один? Даже песня у меня не поется. Вот помню, когда-то раньше пел я песню крокодила Гены. И хорошо пел. Мне обязательно надо завести себе друзей. Напишу-ка я объявление и развешу по всему городу. Кто хочет со мной дружить, пусть приходит ко мне. Так, бумага есть. Возьму карандаш и напишу. Молодой Кра... Нет. Кро... Нет. А может, крикодил? Нет. Крякодил? Нет. Нет. Все-таки крокодил пятидесяти лет хочет завести себе друзей. Готово? Еще напишем. Готово? Напишу еще. На другой день в его квартиру кто-то позвонил. Входите! Здравствуйте! Здравствуйте! Это вы, крокодил Гена? Да, я. В вашем объявлении целых две ошибки. Какие? Во-первых, слово крокодил пишется через О, а во-вторых, какой же вы молодой, если вам 50 лет. Крокодилы живут 300 лет, поэтому я еще очень молод. Но все равно надо писать грамотно. Давайте знакомиться. Меня зовут Галя. Я работаю в детском театре пластмассовой кухни. Меня зовут Гена. Я работаю в зоопарке крокодилу. Кто там? Это я, Чебурашка. Кто вы такой? Это не знаю. Совсем-совсем не знаете? Совсем-совсем. А вы случайно не медвежонок? Ну, не знаю. Может, я и медвежонок. Я не мартышка, не медведь. Я не могу. Как лепивец, как выбране ныряю. Не знаю я, не знаю. Совсем-совсем не знаю. Ну, давайте посмотрим словаре. Да, да, там есть все слова. Надо посмотреть словаре. Да, все слова объясняются так. Чемодан. Никто. Чебоксары? Нет. Чебу... Редко. Нет, никакого Чебурашки здесь нет. Скажите, а если вы не узнаете, кто я такой, вы не станете со мной дружить? Почему? Все зависит от вас. Да. Если вы окажетесь хорошим товарищем, мы будем рады подружиться с вами. Да, Галя? Конечно. Ура! Я был когда-то странной игрушкой безымянной, к которой в магазине никто не подойдет. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Теперь я Чебурашка, мне каждая дворняшка при встрече сразу лапу подает. Ура! Как я рад! А что мы будем делать сейчас? Давайте играть в крестики-нолики. Нет, давайте организуем кружок умелые руки. Ой, да у меня нет рук, у меня только ноги. И у меня тоже. Может, нам организовать кружок умелые ноги? или умелые хвосты. Но у меня, к сожалению, нет хвостов. А вы знаете, уже поздно. Давайте расходиться. Да, это, пора расходиться. До свидания. До свидания. До свидания. Чебурашка был очень рад, что у него наконец появились настоящие друзья. Однажды вечером Чебурашка шел крокодилу в гости. И вдруг он увидел маленькую грязную собачку. Собачка, а ты чего ревешь, Я не реву. Я плачу. А чего ты плачешь? Ну, выкладывай, что с тобой случилось? Меня выгнали из дома. Кто тебя выгнал? Хозяйка. За что? Не за что, а просто так. А как тебя зовут? Тобик. Тобенька, что с тобой нам делать, а? Знаешь что, вот тебе ключ, иди посиди в моем доме, обсохни, согрейся, а потом мы что-нибудь придумаем. Ой, а где ваш дом? А вон, видишь, вон, телефонная будка у магазина. Ой, афра, спасибо. Вечером друзья, как обычно, собрались у крокодила Генри. Чебурашка порывался рассказать про найденную собачку, но удобный случай никак не представлялся. Вдруг в дверь кто-то позвонил. Войдите. Здравствуйте, я Лев по фамилии Чандр. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здесь живет крокодил, которому нужны друзья. Здесь, он живет здесь, только ему уже не нужны друзья, они у него есть. Очень жаль, очень жаль, очень жаль. Ну, тогда до свидания. подождите, 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 а какой друг вам нужен? Не знаю, просто друг и все. Просто друг. Тогда, мне кажется, я смогу вам помочь. Посидитесь и с несколько минуточек, я быстро сбегаю домой, быстро, быстро, ладно? Через некоторое время Чебурашка вернулся. Он вел на поводке просохшего Тобика. Вот кого я имел в виду. Ну, мне кажется, вы подойдете друг к другу. Но ведь это очень маленькая собачка, а я вот какой большой. Ну, и не беда, значит, вы будете ее защищать. Правда ведь я лев, лев, по-фамильичанду. А что вы умеете делать? Ничего. По-моему, это не страшно. Вы можете научить его всему, чему хотите. Правый, конечно, я буду очень рад подружиться с вами. А вы? И я. Я постараюсь быть хорошим товарищем. Хорошим товарищем. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Молодец, Чебурашка. Ты поступил как надо. А вы знаете, сколько в нашем городе таких вот одиноких Чандров и Тобиков? Сколько? Много. Ой. И у них совсем нет друзей. Ужас. И к ним никто не приходит на день рождения. И никто их не жалеет, когда им бывает грустно. А что же делать? Я хочу им помочь. И я хочу помочь. только как? Я придумал. Надо передружить их между собой. Верно. Здорово. Ура. Ура. Как? Да, как. Очень просто. Вы знаете, надо построить дом дружбы. Ура. 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 С кирпичей. Так, а где их взять? Да. Ага. Где? Давайте позвоним в справочное бюро и спросим. Спросим. Давайте, давайте. Алло, справочная? 7-7, слушай. Вы не подскажете нам, где можно достать кирпичи? Какие кирпичи? Мы хотим построить маленький домик. Ничего не понимаешь. Что? Мы хотим построить такой маленький домик. Так, минуточку, дайте подумать. Так, вопросом кирпичей в нашем городе занимается Иван Иванович. Идите к нему. До свидания. Спасибо, до свидания. Ну, 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 что ж, пошли к вам. Вдруг входная дверь тихонечко заскрипела и в комнату проскользнула маленькая юркая старушка. Она вела на веревочке большую серую крысу. По утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне пославится охота. Только как ума не приложу. Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет. застенчиво застенчиво и строго смотрел за все газеты. ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Бориска, на место. В сумку. Раз. Эй, вы, вылезай. Крысы нет? Нет-нет. Кто из вас будет крокодил? Я крокодил. Это хорошо. Что хорошо? Хорошо, что вы зеленый и плоский. А почему хорошо, что я зеленый и плоский. Потому что если вы ляжете на газоне, вас не будет... А зачем я должен лежать на газоне? Вообще, кто вы такая? Лунным светом залито оленья. Выхожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу, клею. А потом махну через забор. Ну, раз это много. Хочу, чтобы мой портрет застенчивый и строго смотрел за все газеты. Меня зовут Шапок-Лак. Я собираю злы. Не злы, а злые дела. Но только зачем? Как зачем? Я хочу прославиться. Ты, чудачка, так не лучше ли делать добрые дела? Нет, добрыми делами не прославишься. А я делаю пять-семь зол в день. Мне нужны помощники. А что вы делаете? Много чего. Стреляю из рогатки по голубям. Какой ужас! Обливаю прохожих из окна водой. Как вам не стыдно! Да и всегда, всегда перехожу улицу в неположенном месте. Как вам только не стыдно! Это уже слишком! Боюсь, нам с вами не по пути. Мы, наоборот, делаем добрые дела. Мы даже собираемся построить дом дружбы. Что? Дом дружбы? Да. Ну, тогда я объявляю вам войну. Привет! Лариска, вперед! Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. По этому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапок-нак. А важный Иван Иванович тем временем сидел за большим столом в большом кабинете. Перед ним лежала большая куча бумаг. Иван Иванович брал из этой кучи одну бумажку и писал. Разрешите, Иван Иванович? И клал эту бумажку в одну сторону. Потом он брал из большой кучи другую бумажку и писал на ней. Не разрешите, Иван Иванович. И клал эту бумажку в другую сторону. Входите, разрешите, Иван Иванович. Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте, не разрешите. Ой, вы знаете, нам нужны кирпичи. Сколько? Много. Нет, много дать не могу. Могу дать только половину. А почему? У меня такое правило. Все делать наполовину. А почему у вас такое правило? Очень просто. Если я буду всем все разрешать, про меня скажут, что я слишком добрый. А если я буду никому ничего не разрешать, про меня скажут, что я злой. А так про меня никто ничего не скажет. Понятно? Понятно. Это понятно. Так сколько кирпичей вам нужно? Мы хотим построить два маленьких домика. Ну что ж, я вам дам кирпичи на один маленький домик. Только нам нужна еще машина. Две машины, чтобы привезти кирпичи. Ну нет, машину я вам дать не могу. Я могу дать только полмашины. Ну видишь. Но ведь полмашины не сможет ехать. Да, действительно не сможет. Не сможет. Тогда мы сделаем так. Я вам дам целую машину, но привезу кирпичи только наполовину дороги. Это будет как раз около детского сарафона. Ну что ж, договорились? Договорились. Спасибо. До свидания, Иван Иванович. До свидания, Иван Иванович. Разрешите. Что вы толкаетесь? Что вы толкаетесь? Нет, вы толкаетесь. Нет, ничего. Вас не примут. Ну уйдите. Разрешите. Ну что, дали им кирпичи? Дал. Я им выписал одну машину кирпичей. Тогда выпишите мне одну машину в бомб. Бомб у нас нет. Что есть? Кирпичи, обои, паркет, клей. А, прекрасно. Тогда четыре ведра клея. Четыре дать не могу. Могу только два. Ты жадина, говядина. Ну ладно, выписывай два. Говядины у нас нет. И вообще, до свидания. У меня перерыв на обед. Ну, то есть, два перерыва на два обеда. Ну, теперь я им устрою. Они у меня попрыгнут. Когда людей с балкона я оболью водой, то чувствую, что снова я стала молодой. Поэтому советую все делать точно так, Как делает старуха по кличке Шапокла. На другой день друзья получили кирпичи, И начали строить. Мы строим наш дом дружбы! Ни детский сад, ни музей, Ни детский сад, ни музей, Мы скоро здесь построим! А просто домик на дружбе, А просто домик на дружбе, Который мы откроем! А просто домик на дружбе, А просто домик на дружбе, Который мы откроем! И если кто-то одинок, И если кто-то одинок, И чайковато гложет, Пусть к нам приходит мастерок, 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 пускай мастерок, пусть к нам приходит 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 мастерок, пусть к нам приход Раз, два, три, четыре, пять, десять. Мастерок? Пожалуйста. Раствор? Пожалуйста. Кирпич? Несу, пожалуйста. Так, а теперь сколько? Раз, два, три, теперь одиннадцать. Строим, строим, а всего одиннадцать. Так мы и за сто лет не построим. Хватит, надоело. А как же быть тем, у кого нет друзей? Им же будет плохо. Будет им плохо или не будет, это еще неизвестно. А нам уже плохо. Да, да. Я думаю, нам нужны помощники. Верно. И я даже знаю, где их взять. Где? Знаю, для кого мы строим наш дом. Для тех, кто хочет подружиться. Вот пусть они нам и помогают. Правильно? Правильно. Я сейчас же отнесу объявление в газету, чтобы все к нам приходили. Вот тогда у нас дело пойдет. Ура! 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 Пойдет, побежи, держи карман шире. Объявление, заявление. Чупашка, промокашка. Газета сигарета. Ура-ка, ура, на брюках дыра. Сейчас вы у меня попрыгаете. Так, сюда нальем клея. И сюда нальем. Кажется, получается прекрасненько. А теперь пора смываться. Лариска, за мной. Ты что это? Прилипла. Ну-ка, раз, два. Взяли. Ой. Ой, что же это? Что же это такое? Я и сама приклеила свой. Вот проклятый клей. Ой, ой. Ох. Ох. Проходите сюда, уважаемый Чан. Прохожу, прохожу сюда, уважаемый Йена. Надо бежать. Лариска, вставай на мою шляплю. Я готов приступить к работе, уважаемый Йена. Показывайте, где и что. Минуточку. Только я, кажется, к чему-то прилип. Может быть, я заблуждаюсь, но я к чему-то прилип. Дайте мне руку, уважаемый Чан. Пожалуйста, уважаемый Йена. Спасибо. Только мне кажется, я прилип к вам. А я, кажется, к вам. Сейчас я возьму мастерок и буду отдирать вас, уважаемый Чан. Ну как? Никак. Я прилип к мастерку. Сейчас я возьму лопату и буду отдирать вас, уважаемый Йена. Ну как? Никак. Я, кажется, прилип к лопате. Всем привет. А вот и мы. Вот и мы. Это Анюта Жирафа. Да, это я. Я пришла вам помогать. Что это вы делаете? Боюсь, что мы прилипаем. А я боюсь, что мы уже влипли. Йена, давай лапу. Ах. Ну вот и я прилип. И ты прилипся. Это напоминает мне хорошую липнулочку для муха. Нам нужен хороший подъемный кран. Да я же его привел. Вот он, этот кран. Анюта, выручай нас, вытаскивай. Вытаскивай нас, Жирафа. Большим удовольствием вы не видите. Это что? Я буду только рад. Ну возьмите меня за загривок. Вот здесь. Спасибо. Пожалуйста. Ой. Ой, ну вы, кажется, упали. А теперь меня и чебурашку. Только молчите, Анюта, пока мы у вас во рту. А то и мы шлепнемся. Поехали. Понятно? Понятно. Ой. Ну позвольте, кто же налил здесь столько клея? Наверное, прошел клеевой дождь. Да никакой это не дождик. Эта старуха шапокляк принесла. Вон ее шляпу. Конечно, шапокляк. Больше некому. А завтра она еще что-нибудь придумает. Вот увидите. Завтра она ничего не придумает. Мы построим забор. Глубого выхода нет. Правильно. Мне бы никогда не пришло в голову. Итак, за работу. За работу. За работу. За работу. Быстро все за работу. После этого строительству уже никто не мешал. И дело шло полным ходом. Тем более у друзей появилось много помощников. И молчаливая обезьянка Мария Францевна. И разговорчивая жирафа Анюта. И круглый двоечник Дима. И тихая воспитанная личница Маруича. Стены домика почти готовы. Теперь нам надо решить, из чего же делать крышу. Как из чего? Ведь это очень просто. Крыша обычно делает из того, что не пропускает воду. Впрочем, крышу можно и вообще не делать. А то мне не пролезть. Да вода что? Спасибо жирафа, спасибо Анюта. До нас дошло. А можно мне сказать? Говори, Тобик. Вот у нас вокруг Тобика стоит забор. А он нам уже не нужен. Из него можно сделать крышу. Согласен. Но тогда мне нужны гвозди. Примерно сорок штук гвоздей. А где их взять? Я достану гвоздей. Надо, значит надо. Нет, Тебур. Он немного подумал и побежал на дальнюю окраину города, где располагался главный городской строительский склад. У ворот склада сидел на лавочке главный кладовщик в валенках и курил папиросы в беломор. Чебурашка начал издалека. А здесь швечи, Каки гвозди, антрацин... Здравствуйте. Здравствуйте. Солнышко это светит, Травка зеленеет, А нам вот так нужны гвозди. Не топитесь. Ух, это не травка зеленеет, Это краску, роли, а гвоздей нет Каждый ящик на учете Зато птички поют, заслушаешься А может найдете лишний, нам же немного надо Если бы это птички пили, душ ворота скрипят И искать не буду, ничего лишнего Очень жаль, что это не птички скрипят А мы строим дом дружбы Дружбы? Да О, ну тогда другое дело Тогда я дам тебе гвозди Уж так и быть, Бериль Только я тебе дам гнутые гвозди Эх ты Идет? Идет, большое спасибо Только тогда дайте мне уж заодно и гнутый молоток Гнутый молоток? Зачем? Ну, как зачем? Забивать гнутые гвозди Ну, ладно, так и быть Дам тебе прямые гвозди А гнутые выпрямь ее сам Вот то-то Держи Спасибо У меня есть дефицит, лаки, гвозди, антрацин, но для правильных людей мне не жалко их гвоздей. И вот дом почти готов. Надо только покрасить его. Изнутри и снаружи. Каждый из героев выбрал себе одну стенку и красил свой любимый цвет. Вперед смотрите веселей, Вперед смотрите веселей, Прекрасно жить на свете. У вас полным, полно друзей, И только надо встретить. Вот потому мы строим дом, Вот потому мы строим дом, Дом дружбы и веселья И всех людей хороших ждем И всех зверей хороших ждем Сюда на новом селье И всех людей хороших ждем И всех зверей хороших ждем Сюда на новом селье Дом вышел на славу Веселый и разноцветный Мы построили наш дом дружбы Ты знаешь, Тебурашка, мы с Геной решили, что тебе надо сказать приветственную речь при открытии домика. Ой, Галя, Галенька, я боюсь, у меня ничего не получится, я никогда не говорила этих речей. Ничего получится, надо будет только немного потренироваться. Я сейчас скажу тебе одну скороговорку, а ты ходи и повторяй. Если повторишь без запинки, значит, ты сможешь сказать любую речь. Вот, мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила, Мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали. Это очень легко, я его сразу повторю. Мышка сушек нашу сила, мышка мышек пригласила, Мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали. Я с тобой не правильно говорю. А ты попробуй сначала, Тебурашка, милый ты наш. Мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила, Мышки в шутки кушать стали, зубы сразу же сломали. Ой, ой, что же это получилось? Получается, получается. Вот же как нужно. Вот, мышка сушек нашу сила, Мышка мисик пригласила, Шишки в ушки щушать стали, Зубы сразу же сломали. И у тебя ничего не получилось, Без двух слов свежать не может. Значит, надо, как можно больше жаниматься. И он занимался и занимался всю ночь. Праздник получился на славу. Все явились нарядные и радостные. И вот, Галя, Гена и Чебурашка Втроем вышли на крыльцо дома дружбы. Уважаемые граждане! Уважаемые гражданки! И уважаемые гражданятки! Сейчас вам Чебурашка скажет речь. Говорите, в году, Гена. Ты очень молча. Ну, что я могу сказать? Все мы очень рады. Штроили мы, штроили, И, наконец, поштроили. Да здравствуют мы! Ура! Ну что, Гена, здорово у меня получилось. Здорово! Молодсяга! Теперь я перекушу ленточку перед входом. Кузя, зачем? Это всегда так делается. На праздниках. Чебурашка открыл дверь И тут же на голову ему свалился Большущий кирпич. Малыш! Больно! Больно! Что это? Больно! Знаю, эта старуха же погляп! Ну, погоди же! Погоди, несчастная же поглядка Я к тобой еще поквитаю! Галь, посмотри, Какая она старательная шишка! Ну, ничего, Чебурашка! Все заживет! А теперь нам пора за работу. Сейчас мы будем записывать В книгу всех, Кому нужны друзья. Скажите, пожалуйста, Кто первый? Кто же первый? Неужели никого нет? Скажите, вы рабы? Разве вам не нужны друзья? Не нужны? Уже не нужны! У меня есть друг! Кто же это? Как что? Конечно, обезьянка! Мы с ней давно подружили! А как же вы с ней разговариваете, Анюта? Она же все время молча! И хорошо! Зато я все время не говорю! Она сидит у меня на шее, Как воротник! И слушай! Нам очень удобно! Вот это да! Я бы никогда не догадалась! А ты, Дима, Разве ты завел себя другом? Завел! Еще как завел! Кто же это? Покажи нам! А он кто? Маруся! Да, это я! Но ведь она отличница! У нее совсем нет двоек! Это, конечно, плохо! Но двойка – это не главное! Если у человека нет двоек, Еще не значит, Что он никуда не годится! Зато у нее можно списать! И она помогает мне делать уроки! Ну что ж, дружите на здоровье! Мы будем только рады! Правильно! Спасибо! А, кого мы будем передруживать? Мы с ним все уже передружились без нас! Да! Что же это получается? Строили, строили, И все напрасно! Совсем не напрасно! Во-первых, мы подружили Жирафу и обезьянку, правильно? Правильно! Во-вторых, мы подружили Диму с Марусей, правильно? Правильно! Правильно! У нас теперь есть новый дом! И мы можем его кому-нибудь подарить, Например, Чебурашке! Ведь он живет в телефонной будке! Правильно! Правильно! Нет! Нет! Неправильно! Неправильно! Послушайте! Этот дом надо отдать не мне, А детскому так! А как же ты? Ты так и будешь жить в телефонной будке? Ну и что? Ну и ничего! Я как-нибудь перебью! Но вот если бы меня взяли в детский сад Работать с игрушкой, То это было бы просто здорово! Днем я бы играл с ребятами, Вечером спал бы в доме И заодно сторожил бы его! Только не возьмут меня, Как это так? Неизвестно кто! Очень даже известно! Хотел бы я быть таким неизвестно кто! Чебурашкой! Мы попросим за тебя! Все попросим за тебя! Ой, днем я тебя! Что ты возьмешь? Ты такой замечательный! Еще благодаришь! Будут благодарить! Тогда я счастлив буду! Теперь я чебурашка, Мне каждая дворняшка При встрече Сразу Лапу подает! Теперь я чебурашка, Мне каждая дворняшка При встрече Сразу Лапу подает! Ну, теперь я вижу, Что у друзей Все в порядке И мне остается Сказать одно Последнее слово Какое слово? Конец Правильно? Как так конец? Нельзя говорить конец Мы же еще не расквитались С этой зловредной шапокле Вот когда расквитаемся Тогда можно будет Сказать конец Понял? Ладно, квитайтесь Интересно, как это у вас получится? Очень просто Она все время здесь крутится Шапокляр! Шапокляр! Чего надо? Подарить вам воздушный шарик Задар? Ага Давай Рука берется, назад не отдается А еще надо? Давай А еще дать? Конечно, давай Разрешите мне Преподнести вам На память Этот воздушный шарик Давай, давай, давай А вот еще один Самый зелененький Даже жалко отдавать Он так идет К моей прическе Прическа-расческа Тоже у меня нежности А давай, давай Ой Что это? Меня поднимает Поднимает вверх Ну я Я не хочу на небо Разбойники Я вернусь Я еще вам покажу Мамы все будут сюда Не уйдем Послушайте, а может она И вправду вернется Тогда нам действительно Житья не будут Не беспокойся, Тебурашка Ветер унесет ее далеко-далеко А если она останется Такой же вредной и злой Ей никто помогать не станет Значит она просто Не доберется до нашего города Ну что, хорошо мы ее проучили Хорошо Мне немножко жалко Вот теперь, ребята Я могу спокойно сказать слово Конец Пусть бегут неуглюже Пешеходы по лужам А вода по асфальту рекой И не ясно прохожим в этот день Не похоже, почему я веселый такой Я играю на гармошке И прохожим на виду Даже лень День рождения Только раз в год Прилетит в волшебник Колупом в вертолете И бесплатно покажет кино Я играю на гармошке И прохожим На виду Кожелет И рождение Только раз в год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok